Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Там была помощь СВО как бы нашим, была поддержка, мы были там, как благотворительный концерт. Ну да, там делегация была большая, из Чебоксар только? Из Чебоксар. А ты еще одна? Да, одна. Аккомпанемент, плюсовая музыка или как? Я всегда пою с бэк-вокалом, то есть как бы пою сама, просто есть бэк-вокал, если вдруг на крайний случай, вдруг аппаратура какая-то там не очень хорошая, микрофоны не очень хорошие, либо когда я танцую, все равно дыхание сбивается, и чтобы было время отдохнуть. И сколько дней вы там были, что интересно вы видела? С 12 июля, 12 июля мы выехали и приехали обратно 19 числа. На машине, на автобусе? Августе, прошу прощения, да, на автобусе. А, да, в августе. Это буквально недавно, неделю-две назад? Да, буквально недавно. Даже недели, да. Две недели уже? Две недели, да. Что интересного там увидела? Познакомилась, наверное? Ну, на самом деле, все как обычно, концерт, концерты. А, вы только из Чебоксара там, да? Ну да, в основном только Чебоксары были, вот и я единственная с Ульяновской. Но все равно познакомилась там, там, с людьми? О, познакомилась, конечно, но в основном это просто люди, которые заинтересованы в музыке были, певцы. То есть окончившие музыкальное училище, заинтересованные, то есть кого хотят продвинуть, молодежь. И девушка, с которой я уже давно знакома, еще с «Серебряного голоса» Людмила Засыпкина. Ну, и она ездит, конечно же, с нами. Ну, вот они вас увидели, продвигают. Да. Хорошо. Вот в Чебоксарте сколько уже ездила, сколько раз? Вот в девятнадцатом году? Именно на «Серебряный голос» я ездила три раза. Три раза, да? В двадцать первом и в двадцать втором последний раз. И какие успехи, говоришь? Один раз третий местный, говоришь? И второй раз третий, и третий раз третий. Ну, хорошо. Всегда в призерах. Стабильность. Самое главное. Да, стабильность. Призык мастерства, говорят, да. А еще вот на концерты в Чебоксаре еще, наверное, ездили? К сожалению, нет. Только на конкурсную программу. А, три раза. Да. А в Москве? Ну, в Башкортостан ездили от Чебоксарского национального конгресса. А, это когда? Расскажи. Это было, если я не ошибаюсь, в марте или феврале. В этом году? Да, в этом году я ездила с ученицей. Мы представляли наш ансамбль «Мерджень», которым я руковожу. Тоже Климентий Валерий Леонидович пригласил. Также такой же делегацией поехали туда. Где там пели? Куда ездили? Не помню. Вспомнить бы. Села. А, села? По селам, да, ездили. Ну, это села, конечно, нельзя. Тоже два благотворительных концерта было. Нельзя запомнить села. Да, там название это... Тем более для нас это чужие края. Не то, что чужие, далекие края. Нет, соседские. Нет, ну далекие все равно далеко. Башкиры далеко. Мы же не каждый день туда ездим. А в Москве была, да? В Москве я ездила как с русским ансамблем от училища. Мы ездили на конкурсную программу, мы заняли лауреат первой степени. Также ездили с моим ансамблем «Смерджень». Там мы выступали на Агаду и в этом году. А это Агаду. А тот тоже? А это был конкурс «Русское поле». А, русское поле. Да, русские песни. Да, это русский фольклор. Это прямо в Москве? Да, в самой Москве. Там четыре сцены было. В этом году там говорят очень много нашив. В Ульянске было. Да, очень много. И певцы были, да? И певцы. Очень много певцов было. Мы ездили на Агаду вместе с Ахах Мерджень, под руководством Кузнецова, Анна Викторовна. И вот моя ансамбль «Мерджень». Два ансамбля? Да. Мерджень и Ах Мерджень. Интересно, у нас два молодежных ансамбля, да? Да, у нас два молодежных ансамбля. Один ансамбль «Мерджень», а другой «Ахах Мерджень». Да. Да, интересно. Не надо больше молодежных ансамбля, что-то малых два. Надо больше. Ну, можно, конечно, еще. Да, конечно. Молодежь, чтобы подтягивалась. Да, конечно. Вот вас подтягивают. Вы теперь тоже, я думаю, Мария, сама уже будешь подтягивать, искать своих подруг, знакомых. Конечно. Хотелось бы поющей молодежи, но молодежь не заинтересована. Сколько бы я ни ходила, то есть в поисках. Талантливых надо искать. Да, таланты можно развить. Ну, развить обязательно. Ну, что-то должно быть в человеке, а потом… Ну, конечно. Сама молодежь не хочет в основном петь именно на чувашском. Всем интересно петь русские эстрадные песни. Мало, да? Да, очень мало людей, которые хотят петь. Ну, конечно, вот этот язык тоже… Вот если не знаешь с детства, это трудно, конечно. Как бы уже получается чужой язык, как бы получается, да, конечно. Ну, вот поэтому всегда говорим, что надо учить язык, родной язык сначала дома, потом в садике, в школе и дальше. Вот надо постоянно развиваться. Это как в музыке же тоже. Язык надо развивать. Вот поэтому, которые вот не знают уже родного языка, им трудно, да. Ну, ты стараешься, молодец. А еще где бывало? Вот Чабаксары мы перечислили, Москва, Абхазия, Башкортостан. Помимо чувашских, как раз я еще и в русском. Мы были в Самаре, в Оренбурге. Это все конкурсные программы. В Саранске еще в детстве, в Ижевске, в Откинске, это Ижевская область. Это Удмуртия. Вроде бы все. Ну, это немало для твоего возраста. Это все с русскими, на самом деле, русские песни. Это русские, ну, я представляла еще чувашские песни. А, там, в Самаре, когда они, вот, педагог была, Фадеева, русский педагог, учила Машу чувашским песням тоже. Она гран-при привезла в всероссийском конкурсе Соловушки. Это 16-й год вроде было. Да. В 16-м году. Молодец, надо развиваться, да. Тогда еще учители тоже похвалили то, что русский учитель учит этот, иноографический, это языку малых народу, как бы. А, да. Для тебя разницы нет, русские песни, чувашские? Ну, сложно только с акцентами в чувашском. А так, в принципе, нет. Проговаривать слова. Да, тяжеловато. Тяжеловато, да. Ну, ты учись, учись, да. Потом на высокий уровень будешь, еще выше будешь. А вот какие песни ты любишь, какой стиль, скажем, или как там? Ну, определенного нет. Если говорить о том, что я слушаю, то слушаю я все. А если говорить о том, что я пою, то в основном я больше опираюсь на этноэстрадные песни. То есть фольклор смешанный с эстрадой, так как фольклор нужно возрождать. Фольклор теряется среди молодежных песен. Ну, да, если по другому пути, там разные направления есть. Если идти по другим направлениям, вот этот этносиль теряется, я думаю. Да, очень сильно теряется. Вы сохраняете. Аугст Васильевна как раз-таки поднимает это все. Да, да, у него очень много песен таких, которые сама перерабатывала. Ну, и значит, получается, хранители этносиля. Да, хотелось бы. Конечно, молодец. Так вот, сейчас вот, сколько там человек сейчас в ансамбле? В моем ансамбле? Да, кто поет интересно? В фамилии можете? Сейчас, на данный момент, не могу сказать, потому что ансамбль обновляется. Новый творческий сезон, ансамбль я обновляю. Девочки, которые пели у меня в прошлом году, разошлись, потому что кто-то куда-то поступил, кто-то вышел замуж, потому что такой возраст. Такой возраст, да. Да, и поэтому ансамбль сейчас обновляется. Сейчас перемешений много в этом возрасте. Да. Когда начнет этот возраст, следующий сезон, скажем? Вот, все, новый творческий сезон начался. Сейчас будет открыт набор. Ага, хорошо тогда. А что помогает, вот? Ты в музыке. Евгений Николаевич, Микрофон, по-английски, Микрофон, по-английски, Микрофон. У нас есть очередь в Пулмаре, но я думаю, что это платная. У них 5 лет в центре реализуются детей. Уюга. Да, уюга. У них 5 лет в школе. Саккор мышцы. Восьмой учаец. Да. Сите саккор. У них нет. Куда делаться? Я думаю. Зато образование нельзя ван. Я думаю, что несколько не жалеем. Индивидуальный педагог. Как вы занимались? А что помогает тебе в этой музыкальной жизни, в музыкальном мире, скажем так? Люди, которые могут вдохновить, конечно. То есть, примеры. А кто вдохновляет? Уляндина. Та же самая Уляндина, которая преподносит себя на сцене так, что хочется к ней тянуться. Я думаю, здесь надо большое спасибо сказать родителям. Конечно. Да, они сразу видели с высоты своего возраста, они видели, чем ты занята, чем интересуешься. И направили по правильным путям. Вот денег не пожалели, времени не пожалели, вводили. Там же 4 года или младший школьный возраст всегда же вводили, она же не одна. Можор. Можор. А сейчас я через месяц. А тебя позанимался чисто. А, да. Вот, вот. Это большое спасибо нам сказать. Это, да. Это, да. В школу, да, вкладывайте детей, ухся бергимар, вкладывайте детей, деться, чтоб все это вернулось, деться. Обязательно. Ухся бергимар, время личное, вот. Хованье, шалеме или мараза жены нынде. Все было, яблая. Да, а сейчас жюри не бега нахит, ка в тадах, а чаба заниматься ну мало. Ну, а дэна в рентмельянде таршу узынеглар мало дэнда. Да. Хой юратно с ней, гурдну, халин. Ух, а дэна, бергимар, да. Падский лэх паллы болно. В музыкаде янья турзинат. Вод, сям бандэ, ухалисак исхшай асит, тырэ, этадад юзгэткава ухал. Да, тадэ, бергимар, казаланах, у нихня Ирина Владимировна Мишанова, машан парамеш педагогыдзе. У нихня Мадения дэч, ад школы пудене, пуденe. Мож сказать, а вода стимулировал дальше заниматься камбаретинденде. вот что свободное время любишь свободное время что тебе интересно свободное время занимать кроме музыки музыка понятно это вся жизнь но в основном сейчас это во время летнего периода это готовка так как родители постоянно работают стоит на мне в принципе все свободное время в основном занято это поиск новой песни расшифровка аранжировка и все так и терять свободное время ну вот рабочий день вот скажем что ты учишься и работаешь и вот свободный день разложи там примерно вот так во сколько встаешь когда куда уходишь смотрела сколько я лягу на встаю я примерно в 10 утра если есть свободное времечко у подруг то мы идем гулять конечно потому что все мы люди рабочие конечно у кого когда смена выпадет в основном это просто полежать отдохнуть именно физически да потому что постоянно в бегах и очень тяжело на ногах после и потом уже на работу обучиться учебу у меня в первую смену сейчас мы еще не знаем расписание в основном это к 8 утра и до 3-4 вечера и потом сразу на работу до 8 9 это губернаторский да да но занимаюсь я в автономии нашей кабинете мустаев зам и ренда николай галек николаевич в кабинет организатору смашивали аудоват авто номер и он до фортепианы москопия да да пешни пешни выходим бур портепиан не баджи тогда поддержали мою идею собрать самодеятельный ансамбль 1 чувашский чембр пигзен а тембр пигзен прегнамар сират арханда хотя позже там как раз пришла впервые просто первая ученица жени арисова и харитонова дарья вот они пришли мы начали с ними заниматься так образовали потом камакова милана подтянулась первый клип был снят еще под этим названием ансамбля по клипу тоже есть один клип у нас есть на русскую песню мы снимали а так в основном чембр пигзен активно участвовал в концертных программах на году их в сингеле и в ульяновске мы участвовали здесь на молодежном концерте туда нас пригласил ираид васильна а вот это первый показ был ансамбля потом после тембр пигзен это уже ты перешла мир день до этой рейд васильна меня пригласила чтобы руководство мердень встала на меня это получается при вашем культурном центре у тебя как будешь собирать людей кому наметки есть план здесь но эта школа 8 9 класс 10 класс потому что 11 это егэ там конечно дети не подтянутся а это возможно училище потому что у детей но чуть-чуть свободнее все равно время но к сожалению в прошлом году я набирала и когда говоришь что вот чувашский язык дети не хотят уже петь вот опять же вернулись туда же чтобы надо знать язык надо учить язык с раннего детства скажем тогда потом трудно я же говорю там как получается как на иностранном поешь хотя сам чуваш не знаешь родного языка и поешь как уже русская девочка пела камакова милана как раз да она русская до ждала чувашском учила текст молодец такие тоже есть он говорят там армянские девочки поют ну это конечно они это от безходности конечно они никогда носитель мучу вашего языка не буду там армянин там в районах я знал теле ну хорошо что выступают но чувашки песни поют это хорошо а так принципе нам надо конечно нажимать на родной язык учить везде хотелось бы конечно потянуть культура чтобы молодежь потянуть да да вот тем более сейчас он пришла в культурный ваш центр виктория викторовна аван-мар тоже очень активно работает вы вместе на связи да очень активно работает тоже да вот потянуть молодежь конечно да вот а планы у вас у тебя вот лично какие на какой уровень выйти и куда как конечно заслуженная артистка заслуженно артистки далеко она хотелось бы читай мечты сбываются вот закончишь училище мне нужно поступать получать высшее образование конечно чтобы дальше работать не только с ансамблем но и еще преподавать помимо ансамбля вон месте уже можно конечно в учебном заведении хотелось бы преподавать просто потянуть ансамбль на данный момент просто подтягивать ансамбль ездить показывать его чтобы был стимул детей подтягиваться к нам был стимул детей не уходить из ансамбля и был стимул подтягивать культуру то есть это первую очередь стимул появляется оттуда что мы ездим постоянно поездки а знакомство это интересно это очень интересно знакомство с людьми с новыми людьми с новыми местами новые города новые населенные пункты это очень интересно новые песни другие что же поют новые песни вам тоже интересно куда собираешься учиться поступать наверно в чебоксары в государственный институт как хотела в институт культуры да в институт культуры на энтузиастов по моему это да да на улице на шоссе энтузиастов ну дай бог тебе успехов родители любом любом случае за тебя был стоять горой за тобой хороший надежный тыл они помогут да конечно на машина силе партмала марина обездаченко партнер был уже опорщикли пола ансамбль джене стаунда ванеса бюрладиеву преподаватель блашан уннадан бренд не было так улянджи на беге в рентме дады на мезна вот аван матур вот это мигалзах барашан евгений калачензер на каламбаландиман каламалы недель д 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 херодина из изделения музыка школьные дни изделения обязанности как родители и докула с его полдасты ринде ну до свидания вам до свидания спасибо вам за разговор за беседу больших успехов тебе маша мария еще встретимся здесь обязательно саган бойся передаш на последствия на николай ларионова журналист из ягоди